Денис Валентинович, мы в последнее время много с россиянами говорим о том, что так и не удалось Западу нас то ли на колени поставить, прижать, наклонить. И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего промышленности. Мы поставили перед собой амбициозную задачу опять вместе с россиянами преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением. Я думаю, что это большой кусок работы вашей в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше. Я благодарен вам, правительству России, президенту, за то, что вы профинансировали многие совместные импортозамещающие проекты. Есть и такие знаковые глобальные проекты, как финансирование и производство самолета «Освей». Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси. Вы человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. И думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна. Словом, проектов достаточно, даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате переговоров ваших. Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Это тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания или же какие-то недомолвки, даже можно сказать, у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть. И на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего. Ну, ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок, чтобы не попасть из огня до полумя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены. Они есть, чтобы не получилось так, как с западниками. Ушли, все бросили, работать не будем. Правда, ушли, спасибо, пусть уходят. Компетенции люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими. Словом, от вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с президентом Путиным об этом говорили. И ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить. 5 декабря, по-моему, у нас высший госсовет. Поэтому надо расставить все точки над «и», желательно на ВГС, чтобы и будущие, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в сотрудничестве. Алексей Ильич, спасибо большое, что нашли возможность сегодня принять меня и обменяться мнениями и статусом тех направлений, которые у нас стоят на двусторонней повестке. Вы совершенно верно отметили, что эра развития Беларуси как державы с авиационной промышленностью, она активно сегодня развивается. И не только с учетом проекта АСВИ, мы активно взаимодействуем с предприятиями гражданских авиационных заводов Беларуси по производству компонентов, это касается и самолета Ил-76, и Ту-214. Я рассчитываю, что эта тенденция будет сохраняться, мы линейку и самолетов, и номенклатуры, и количество компонентов будем расширять. У вас очень компетентные специалисты, есть и технологическое оборудование, и самое главное, коллективы людей, которые готовы реализовывать этот проект. Ну и то, что вы уже отметили, это совместное направление по импортозамещению или технологической нашей совместной независимости от западных стран. Действительно, это более 100 миллиардов рублей, предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, и металлургия, и химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку союзного государства по наращиванию компетенции и индустриального потенциала.